В одном из предыдущих выпусках я вам уже рассказывала о Сапунгаре, которая во время Великой Отечественной войны являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу Севастополь. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. И вот во время посещения нами Сапунгары нам удалось совсем случайно попасть на интересное мероприятие с выставкой. Как я понимаю, это была спортивно-патриотическая игра для молодежи, а всем посетителям посчастливилось прикоснуться к истории. Поэтому оставайтесь с нами и вы услышите много интересного! У наших тоже было, ПБШ, Рожков. Мы ушли, в какой-то момент решили, что должны быть и дисковые магазины, и рожковые. Дисковые очень тяжелые. Балансировка оружия. И сам как плохое было, то что он иногда просто выпадал. Бойцы бегут в атаку, а он выпал и ты даже не заметишь это. Раз, три, раз, два, оп, а стреляйте на нем. Так стреляли, что так, а на стабилизацию, что так. Он из-за того, что сам по себе тяжелый, как бы, это и влияло. Его сильно не бросало, не швыряло, как бы, ну, как бы, с него все равно надо было уметь стрелять, потому что у него скорострельность слишком большая. Поэтому, как бы, легендарный автомат в руках не держит. Ну, конкретно этот, сорок третьего года выпустил конкретно этот. Прикоснуться к истории немножко. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Кабл-калибр дюймовый, дюймовая система. Три линии, это, знаете, 3 десятых дюймов. В метрической системе 7,62. Вот патрон. Образ 183 года. То есть, висовка Мосина и трехлинейка, это одно тоже. Да. А снайперские были точно такие же? Да. У них просто. У них точно такая же винтовка. Прицел ставился, да? Да. Ставил был кронштейн этот прицел, и у нее шел отборочный ствол. То есть, те винтовки, которые шли с отборочным стволом, были сделаны для снайперских. Отстреливали, отбирали, которые... Да. У них же еще были... Это кронштейн был. Да. А затвор был порублен, потому что прицел не давал заряжать пачкой. А эта пачка заряжается, да? Да. Пять патронов? Да. Вставляется пачка вот сюда. Ага. Вдавливаются патроны. Какими-то образом. Взывается патрон патроны. Пять выстрелов получалось, да? Да. Так. А где он перекрывает? Сколько лет этому аппарату? Это царская, она 15-го года выпуска. Да ладно, потому что-то прожила... Она отличается тем, что у нее граненый патроник и прицел двумол. А там броса 300-го года. Повезло вам держать такой раритет в руках. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ваша задача выстрелить этот суд и попасть в вашем обряде на крейсер Макфаль или на езды, с которым вы находитесь. Да, вопрос не попасть. А вот и в гордин встречи. Остальные пойдут гулять по городу. А можно? Субтитры сделал DimaTorzok Да. Подписывайтесь на канал BHBQF